Программа предназначена для аудитории от 16 лет. На часах 11.06 начинается программа «Дневной разворот в Кирове». Добрый день, вас приветствуют ведущие программы Александр Рассохин. И Владимир Сметанин. Здравствуйте. Напоминаем, что сегодня вторник, 30 мая. И по традиции мы в начале разворота говорим обо всех темах, которые сегодня будем освещать. Итак, второй час. Второй час. Региональная система образования. В каком направлении она будет развиваться? Расскажет нам исполняющий обязанности министра образования Кировской области Михаил Исупов. Знаем мы, что на уровне правительства сейчас разрабатываются различные стратегии развития региона в различных сферах промышленности, в том числе и образования. Вот об образовании будем говорить мы во втором часе. Вообще последние несколько месяцев какие-то новшества поступают. Я имею в виду модернизация образовательной системы. И как-то вот сегодня во втором части разворота мы хотим сложить все в одну корзину, все эти знания на сегодняшний момент. Ну и подвести некоторые итоги работы Михаила Васильевича, потому что не так давно он на этой должности работает. В феврале? В феврале. Нет, наверное, подвести итоги очередного уходящего учебного года. Ну а в первом часе мы будем говорить о том, что, собственно, занимает умы многих горожан последнее время. Это установка памятника Феликса Дзержинскому в областном центре. Дело все в том, что на прошлой неделе состоялось заседание комиссии по местному самоуправлению, комиссии городской думы, где было принято решение. Вот прям цитирую. По предложению Совета ветеранов управления ФСБ на средства издательского дома Крепостнов во дворе городского клуба ветеранов на улице Ленина, 97, будет установлен памятник Дзержинскому. Но надо уточнить, что все-таки окончательное решение будет приниматься завтра, когда состоится очередное заседание городской думы. Ну вот инициаторы установки Совет ветеранов управления ФСБ устанавливают будут во дворе городского клуба ветеранов на деньги, как он там правильно называется, просветительское общество. Высота без постамента составит 2 метра 65 сантиметров, весь монумент будет высотой практически 3 метра, пояснили в пресс-службе городской думы. Мы постараемся все-таки взвешенно подойти к обсуждению этой темы, и у нас сегодня в эфире будут звучать оценки тех наших спикеров, до которых удалось дозвониться и которые согласились, собственно, поучаствовать в нашей сегодняшней программе. Во-первых, мы хотим представить сразу же историка Михаила Лицарева, который находится в нашей студии. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Историк, преподаватель кафедры отечественной истории ВЯТГУ. Он сегодня будет у нас, ну как вот, консультант, то есть в историческом аспекте, да, историческом разрезе. То есть и связь мы попросим Михаила напомнить, Дзержинского с нашим регионом, и, собственно, дать такую отзвешенную оценку его деятельности на посту руководителя многих советских органов. Ну, в первую очередь он позиционируется как создатель Всероссийской чрезвычайной комиссии, да, но затем у него в карьере очень много было ответственных и важных постов. Так ведь? Да, все верно. Итак, мы сначала все-таки обратимся к инициаторам данного предложения, это Совет ветеранов Управления ФСБ России по Кировской области. Накануне мне удалось пообщаться с Виктором Николаевичем Колпаковым, это председатель данного Совета ветеранов. Сегодня у Виктора Николаевича очень загруженный день, но вчера он согласился заглянуть в нашу, собственно, студию. И вот сейчас мы услышим наш с ним разговор, примерно 8-9 минут, где он достаточно вот обоснованно рассказывает об инициативе установки памятника Дзержинскому в нашем городе. Итак, внимание. Виктор Николаевич, добрый день. Правда ли, что идея установки памятника Дзержинскому в Кирове принадлежит именно ветеранам Управления ФСБ по Кировской области? Добрый день. Этой идеей уже много лет, даже не десятков. А когда впервые вообще заговорили об этом? Мы о ней заговорили в конце 80-х годов, когда отметили 110-летие со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского. С Феликсом Эдмундовичем Дзержинским Кировская земля, Вятская земля, так сказать, связана, в общем-то, достаточно интересно. Потому что он был два раза здесь у нас, значит, первая ссылка, город Наринск и село Кайгородское, Кай, Вернекамского района, а второй раз в январе 1919 года. Непосредственно работал уже у нас здесь? Да, непосредственно работал, значит, возглавлял вместе со Сталином партийно-следственную комиссию. А почему именно тогда вот не удалось все-таки решить вопрос? Значит, вы сами понимаете, что началось, так сказать, 90-е годы. Тяжелые годы. 91-й год, КЧП, когда, значит, все символы, ну все не все, так сказать, но начали рушиться, так сказать, взгляды на историю с точки зрения гражданской войны. И, помните, значит, и снесли памятник Джинскому на Лубянке и прочее. Поэтому это время, 10-15 лет, оно, в общем-то, понадобилось для того, чтобы осмыслить, что происходит и как нам, в общем-то, не утратить то, что было ценно для истории. Идея эта была, прежде всего, озвучена фронтовиками и тружениками тыла, которых ветеранской организации в то время было большинством. Но ветераны единогласно поддерживают, да? Да, ну ветераны, конечно, это естественно. Почему? Потому что, в общем-то, он не только стал первым руководителем, но он же вообще и государственный и общественный деятель. До своей смерти, значит, он же возглавлял до 26-го года в СНХ, Высший Совет Народного Хозяйства. Это строительство промышленности, так сказать, в общем, всего того, что укрепляет государство. Ну давайте уже возвращаться в современность. Да, и, значит... 2017 год, тут уже получается, что-то уже, да? Время прошло, сейчас, после 2000-х годов, уже осмысление стало более взвешенным. И, естественно, к этому вопросу вернулись примерно 5 лет назад. Так как памятник в селе Кае, он стоит, его не дали разрушить в те сложные времена, так сказать. Там музей есть по-моему. Музей, да, есть. И тем более с конца 2015 года, когда депутат областного законодательного собрания Азимов, Рахим Азизбоевич, был в Вернекамском районе, там местные жители, так сказать, и общественность Вернекамского района обратились, чтобы, так сказать, во-первых, обновить музей, потому что он уже в таком состоянии. А во-вторых, в общем-то, продолжить эту летопись в плане воспитания, значит, подрастающего поколения на лучших традициях прошлого. С городскими властями вы как контактировались? Вот так ведь они принимают решение, да? В смысле здесь, в Кирове? Да, в Кирове, в властном центре. Я немножко, так сказать, продолжу. Коль скоро вот такая идея, и на сегодняшний день уже проект этот проходит в стадии завершения, то есть новый дом-музей построен в селе Кай, Вернекамского района, памятник там сохранен. И, естественно, в этом контексте, что одновременно к 140-летию Дзержинского, к 11 сентября, в комплексе сделать такой вопрос, так сказать, в том числе решить и вопросы по памятнику Дзержинского. Ну, естественно, ветеранская организация вышла с прошлого года, с августа, с такой инициативой. Мы получили поддержку президиума Первомайского районного совета ветеранов, потому что мы входим территориально, как первичная организация туда. Потом получили одобрение, так сказать, поддержку в городском совете ветеранов, в областном совете ветеранов. Нас поддержали совет ветеранов управления внутренних дел, внутренних войск. Динамовцы, пленум Динамо поддержал. На сегодняшний день боевое братство поддерживают. Поддерживают, так сказать, другие предприятия, организации, в общем-то, ветеранские организации, коллективы других силовых структур, правоохранительных органов. Поэтому, естественно, мы обратились, так сказать, с таким вопросом и с инициативой в городские власти. Прошли, по большому счету, все комиссии. И вот на последнем заседании комиссии уже городской думы по местному самоправлению было принято положительное решение. Ну, другого места, я так понимаю, и не рассматривалось для установки памятника. Да, ну, другие места были предложения, значит, на заседаниях президиума, например, предложение установить памятник в сквере возле АЦМ, когда начинается улица Дзержинского в Кирове, то есть там вот в том месте на стрелке. Были совместные решения, возможные, в смысле решения, это, значит, у нас общая площадь с УВД и УФСБ, значит, там. Но там, видите, зона режимных объектов, поэтому там сложный доступ. А здесь наиболее, во-первых, удобное место с исторической точки зрения. Городской клуб ветеранов. Городской клуб ветеранов. Да, городской клуб ветеранов, он находится в практической близости от управления. Там могут проходить тематические мероприятия по военно-патриотической тематике. Удобный скверик такой, так сказать, и он вписывается, потому что он вместе со Сталиным жили в этом, работали в этом здании. Подтверждение. Сам проект памятника, он уже готов? Да, проект памятника, заготовка уже была сделана несколько лет назад. Кто занимался конкретно? Да, значит, наш, одно из металлургических предприятий. А сейчас он уходится на доработке в одном из городов Подмосковья. А автор известен? Можем озвучивать? Автор есть на сегодняшний день, пока мы его не озвучиваем, так сказать. Но еще бы решение не принято, поэтому... Вы имеете в виду решение депутатами? Не имеется в виду об установке депутатами городской думы, когда решение будет принято, тогда будет уже в течение лета, если будет решение такое принято, в течение лета будет идти доработка, потому что там нужно назначить территорию, постаменты и так далее. Все это должно найти практическое решение. Что будет представлять собой вообще этот монумент? Уже в СМИ сообщили о том, что почти что три метра высотой. Он в определенной степени похож на памятник, который стоит в Селекай. То есть в такой же фактурный, очень хороший фактурный образ человека, стоящего прямо с небольшим поворотом головы, в головном уборе, в шинель. То есть такой строгий, очень классический, выдержанный памятник. Я думаю, что он интересный решение. Если депутаты гордумы все-таки одобрят это решение, то до конца года памятник уже точно появится. Не до конца года, он должен появиться к 140-летию со дня рождения. К 11 сентября. К 11 сентября этого года. Материальная сторона вопроса. Какие деньги задействовали? Материальная сторона вопроса. Значит, мы, как сказать, далеки от того, чтобы опираться на какие-то политические партии и так далее, мы ищем патриотов. То есть людей, которые, как нам сказал президент Владимир Владимирович Путин, у нас не может быть никакой объединяющей идеей, кроме патриотизма. Патриот, который, образно говоря, болеет за свою историю, за историю своей страны и так далее, и который готов оказывать помощь и поддержку в этом деле, то мы оперлись на поиск таких людей и такие люди нашлись. Давайте назовем, не будем делать секретом. Ну, секретом и неделом, это уже известно, так сказать, это издательский дом крепостной. Валерий Васильевич крепостной, непосредственно вы с ним сотрудничаете. Такая идея появилась. Кто вышел друг на друга? Как удалось? Ну, я тут не буду, так сказать, ветеранская организация. Ну, мы ведь как бы одно целое и управление, и ветеранская организация. Поэтому здесь, наверное, как сказать, совместные общие наши выходы, усилия и так далее. Поэтому мы одно целое и действующий состав управления, и ветераны, так сказать, потому что бывших чекистов не бывает. Ну, это известно. Поэтому, значит, мы работаем в тесном взаимодействии. А сумму непосредственно, хотя бы приблизительную сумму? Сумму? Я не скажу. Я этим вопросом не занимался, поэтому я не скажу. Но, я думаю, приемлемые такие вот, что сказать. Просто если исходить из того, как это будет выглядеть, то это достаточно монументально. Ну, достаточно серьезно, солидно, должно быть все солидно, основательно и, так сказать. В дальнейшем, как этот памятник? Возложения цветов будут происходить? Да, да, естественно. Делегации туда? Да, значит, делегации. То есть, естественно, значит, у нас много откликов. И мы, например, работаем постоянно, и многие годы, уже десятилетия. Школа-интернат номер один, подшефная школа. Это, как сказать, традиции, которые заложены Дзержинским по воспитанию молодого поколения. Когда 4,5 миллиона беспризорных детей в то время, после Гражданской войны, было спасено от наименуемой смерти. Поэтому будут, естественно, линейки военно-патриотической клубы. Значит, там будет развернута небольшая экспозиция в самом доме... В Клубе ветеранов. Да, в Клубе ветеранов к этому юбилею. Ну, а так, в общем-то, и посвящение в чекисты, молодые, так сказать, наши офицеры будут, так сказать, других силовых структур. Потому что Дзержинский стоял у Устоков не только в ОЧК, но он же в свое время... Ну, можно говорить обо всей правоохранительной системе. Да, правоохранительной системе. Он же в определенные годы, так сказать, 2001-2002, то есть 1921-1923 годы возглавлял Министерство внутренних дел и так далее. Пенитерциарную систему, так сказать, тоже. Ну, то есть все считают себя правоохранительными органами, все-таки, значит, детищем от Феликса Дзержинского. Ну, это одна сторона. Но, прежде всего, мы его позиционируем сегодня как государственного деятеля высокого ранга с точки зрения строителя промышленности. Он же возглавлял самое серьезное, так сказать, направление во время новой экономической политики. Высший совет народного хозяйства. Спасибо, Виктор Николаевич, за эту информацию. Спасибо. Виктор Колпаков, напомню, председатель Совета ветеранов управления ФСБ России по Кировской области. Ну, такое достаточно подробное обоснование инициативы силовиков, да, ветеранов-силовиков. Ну, вот он заявил, что поддержку высказал городской клуб ветеранов. А, как я понимаю, накануне мы пытались дозвониться, и они сказали, что ничего такого не слышали. Да, я дозвонился накануне до руководителя городского клуба ветеранов, но, насколько я понял, у него нет подробной обширной информации. Возможно, ждут, опять-таки, решения депутатов в городской думе. Но памятник уже практически готов, по сути дела. Подождем все-таки завтрашнего дня. Хорошо. Что скажут депутаты городской думы? Так, мы сейчас сделаем небольшую паузу, затем мы послушаем позицию кировчан, собственно, да, непосредственно опрос наш коллега Никита Кочуров сделал, ну и потом мы тоже историка Михаила Литерева будем подключать. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. Александр Рассохин, Владимир Сметанин и наш гость Михаил Лицарев, историк, преподаватель кафедры отечественной истории ВИАДГУ. Давайте еще, да, посвятим пару минут тому, чтобы послушать, что же думают об установке памятника Дзержинскому жителям нашего города. Феликс, революционер, чекист. Какое отношение Феликс имеет к нам? Может, в Налинске поставить? Если Феликс сидел в тюрьме, пусть ему в тюрьме и ставят памятник. Понятно, если бы он стоял у нас, разрушать, да, это плохо. Но создавать заново, не знаю. Не одинозная фигура. Я понимаю, человек был военным, что сказали, то делал. Но я глубоко в его биографию никогда не влазила. Но я говорю, наверное, больше против, чем за. Мне кажется, памятники, в принципе, должны быть у нас в городе. Это все равно история, это все равно память. Люди должны помнить, должны знать. Не знаю насчет Феликса Дзержинского, конечно, но пусть будет, пусть просто будет. Посмотрим, каков памятник будет, как люди к этому будут относиться. В принципе, ты не против, что он там, в КГБ. Если уж стоит, это там где-то, ну, по крайней мере, люди видели, хотя бы на открытом месте, хотя бы знали. По крайней мере, хоть дети знали. Я так понимаю, процентов 60 населения даже знать о нем не будут. Ценил положительно. Я его очень ценю, Дзержинского. Он много сделал для нашей страны. Так что это вполне достойно. Думаю, если поставить ему памятник. Дзержинский был садист, страшный человек. Он испортил свою жизнь, ну, видимо, в молодости еще или когда. Я не знаю, что это такое было, но это же страшное дело. Ну, это страшный человек, как можно ему памятник ставить. Стольких людей загублено по его, так сказать, собственному распоряжению. Поэтому, ну, страшно. Странно, что еще можно об этом спрашивать. Я отношусь положительно. Уважаю очень Феликса Дмунтовича. Он много сделал для советской страны. Взять хотя бы с молодежью, с детьми. А те сказки о том, что он там свирепствовал, какие-то репрессии. Это совершенная выдумка современных людей. Я бы сказала, что эта личность не очень ординарная. Ценки теперь дают разные. К сожалению, там было много отрицательных моментов его деятельности. Поэтому судить не нам. Я бы не поддержала такую идею. Ну, вот видите, как много различных мнений. И в том числе говорят, что, может быть, все эти репрессии, это все были сказки. Были ли это сказки? И понятно, что многие до конца, может быть, кто-то забыл, может быть, не так знакомы с биографией этой личности. Вот поэтому, Михаил, ну что, ваша оценка? Давайте историческую связь установим. Моя оценка. Ну, во-первых, какое имеет отношение Феликс Дзержинский, собственно, к Кировской области, к Вятской губернии. В 1898 году он был сюда сослан, в Налинск, где работал на махрочной фабрике. Через какое-то время, после того, как он развернул обширную пропаганду среди рабочих этой фабрики, его сослали несколько подальше, как раз вот в Силокай. Ну и все. А потом он оттуда сбежал. В августе 1999 года, насколько. В 1899 году. То есть он пробыл здесь сколько, получается? Да, недолго. Полтора года? Ну, на самом деле ошибочно считать, что профессиональный революционер, он должен где-то там как-то так вот корнями прямо врастать, чтобы это было его родное место. Да понятно, что это не его родное место. Он сам был в Литовской социал-демократической партии на тот момент. И только с 1905 года он был уже в РСДРП. Поэтому у профессионального революционера не может быть как таковой вот, в принципе, Родины. То есть для него революция — это такое дело, понимаете? Для него Родина везде. Что насчет оценок? Ну, вы знаете, мы сейчас должны все-таки в первую очередь смотреть на это аполитично. Ведь в большинстве своем люди, которые, например, сказываются за или против, они, безусловно, скажем так, поддерживают какие-либо политические движения. А если не поддерживают, то, по крайней мере, симпатизируют. Для того, чтобы здраво на это все смотреть, мы должны просто-напросто абстрагироваться от всех этих моментов. И только тогда мы сможем увидеть какие-либо оценки. Михаил, а почему вот настолько полярны это оценки жизни и деятельности Дзержинского? Либо «да, обожаю» за то, чтобы, либо «нет, вы что, это один из представителей страшной, ужасной кампании». Вы знаете, в нашей стране всегда все было с этим очень неоднозначно. То есть вот у нас была февральская революция. Между прочим, многие об этом забывают, что октябрьская революция и предшествовала февральская революция. Об этом забывают очень многие, как будто бы ее и не было. Кроме этого, понятно, у нас был 91-й год. То есть у нас было во многом достаточно сложно. Оценки почему полярные? Да потому что у нас менялся исторический подход все время. То есть в советский период у нас был один подход, а вот после 91-го года он был абсолютно другой. А вот этот фон отрицания советского прошлого, он тут играет какую-то роль? Ну вот определенной части общества это присуще все, что связано с советским красным прошлым, все. Отрицаю полностью, неприемлю. Безусловно. Вот я поэтому и говорю, что, понимаете, чтобы размышлять трезво, чтобы понимать все, как это было, нам нужно абстрагироваться от наших политических воззрений. Ведь все-таки Дзержинский в первую очередь, он положил конец беспризорничеству. А беспризорничество сначала в имперской России, потом вот в ранние годы советской власти, это все-таки по сути почти целая субкультура. И это были люди, которые да очень много употребляли для того же самого кокаина. Это сейчас вроде бы, знаете, кажется, что это удовольствие прямо для богатеев, а тогда нет. И еще он боролся с бюрократизмом. То есть вот его фраза о том, что у чиновника его мозги не в голове, а в его чемодане. Он постоянно спорил об этом с Троцким и после последней своей речи он же умер от разрыва сердца. Я не могу оценивать по-человечески, потому что у меня, знаете, этого, наверное, нет в какой-то степени, когда мы касаемся исторических тем. То есть я пытаюсь рассуждать все-таки как историк. Ну это и хорошо, мы этого и хотим все-таки в первую очередь. Но как историк я прекрасно понимаю, что в нашей стране ситуация такая, что, понимаете, если вот, например, скажешь человеку, может быть, вот вы знаете, я являюсь историком, с тобой сразу же начинают спорить. И про репрессии начинают спорить, и про Великую Отечественную войну начинают спорить, про все, что угодно начинают спорить, потому что он тоже как бы историк. И у каждого мнение свое. И у каждого мнение, понимаете, настолько огромное, что ты должен прислушиваться к нему, хотя я не знаю почему. И в этот же самый момент каждый второй у нас дворянин в этой стране. Понимаете, вот каждый второй у нас дворянин. Кому вот не спросить, например, вот вы знаете, там, вот, например, у нас 18 июня 1887 года был издан циркуляр у Кухаркиных детях. Многие у нас неправильно его трактуют. Сам циркуляр говорил о том, что дети нищих, дети лакеев, гувернанток, проституток и бедняков не имеют права получать образование. Формулировка за ненадобностью. И вот, примерно, таким вот образом, да, из Одесской гимназии был отчислен Корней Иванович Чуковский. Вот, на мой взгляд, вы знаете, это, по-моему, лучший автор переводной литературы вообще. Но он был отчислен с формулировкой за ненадобностью образования. Потому что у него происхождение там было как раз-таки очень такое. У нас сейчас слушатели на линии. Да, безусловно, наши слушатели, вы тоже можете высказываться. 211-101, то есть только большая просьба уважать ваше и наше время. Желающих высказаться много, поэтому коротко и по делу. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Петрович. Владимир Петрович, ну у нас... Вот какой вопрос. Да. Я согласен, что Дзержинский деятель нас государственный, но ведь надо вместе со Сталиным в этом памятнике указать, сколько они людей покрошили наших. Понимаете? И сначала они уничтожили народ, создали беспризорников, потом с ними боролись. Понимаете? Поэтому за то, чтобы рядом с памятниками Сталину и Дзержинскому был список репрессированных кировчан. Вот я о чем говорю. Чтобы этого не забывать. А ФСБ, я бы просил, чтобы они извинились за те репрессии, которые они проводили в нашей стране. Я это не слышал еще. Они, понимаете, репрессии проводили, говорят, вечных чекистов нет, прошлых есть настоящие. Так вот, извиняйтесь за все дела, которые вы делали. И в памятнике укажите, что он начальник террора против россиян. Вот, все. Спасибо. Владимир Петрович, понятно, ваша позиция. Она, наверное, не новая. Далеко не новая. Но это... Вообще, в принципе... В принципе, наверное, не стоит давать оценку такой позиции. Но все равно мы... Давайте скажем по поводу красного террора. Был он родоначальником красного террора или нет? Да ну что значит красный террор? Это, на самом деле, очень громкое такое название. Мы, опять же, мы должны понимать реалии, в которых находилась Россия. И неважно, понимаете, это была имперская Россия или потом была это Россия временного правительства. Все гораздо сложнее. Когда мы с вами говорим о большевиках, мы с вами, опять же, забываем, что было временное правительство. Когда мы с вами говорим о репрессиях, господи-то мой, ну давайте мы с вами вспомним по эстроном Камфа в 1905 году, когда он отправлялся в Чеченскую республику, на Дальний Восток. Когда на каждой станции расстреливали людей всех, первых попавшихся. И так они проехали почти 2000 километров. Давайте мы с вами будем говорить тогда о Столыпинских галстуках. Понимаете, репрессии это средство. И в данном случае, если мы будем рассматривать социально-политический аспект Российской империи, например, то репрессии являются одним из рычагов давления вообще на оппозицию. В общем, Михаил, вы же до этого сказали, что нужно абстрагироваться от политики. Конечно, абстрагироваться, а я разве сейчас не абстрагировался. Я сейчас просто абстрагировал. Михаил приводит примеры того, что разные эпохи, разные правители так или иначе силовые методы используют. Ну да, это понимаете, это в любом случае. Я не знаю, уместно ли говорить о цифрах или о чем-то. Можно опустить. Но вообще, в принципе, понимаете, депрессии, ну что значит красный террор? Реалии жизни были абсолютно другие. И с аграрного типа экономики мы строили, собственно, государство с промышленностью как таковой. Потому что много у нас было там казенных предприятий, их было не так много. Нам сейчас нужно сделать небольшую рекламную паузу. У нас есть, кстати, опрос. Давай о нем, Саша, тоже напомним. Да, на нашем сайте кирова.ру и в группе ВКонтакте установку памятника Феликсу Дзержинскому в Кирове поддерживаю, не поддерживаю, либо мне все равно. Сейчас в ВКонтакте большинство 54% за вариант не поддерживаю. И на страницу? На страницу. Вернее, на сайте нашем. Просто у меня нет подключения к интернету. На нашем сайте, сейчас скажу, на нашем сайте также большинство за вариант не поддерживаю. Порядка 86%. 211-101, мы вернемся через полтора минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Быть или не быть памятнику Дзержинскому в нашем городе, завтра Гордома будет принимать это решение или не примет его это решение. Речь идет о том, чтобы установить памятник Феликсу Едмудовичу во дворе дома городского клуба ветеранов Ленина 97. Тема, вызвавшая огромный общественный резонанс. Давайте еще одно мнение услышим. 211-101. Алло, вы в эфире. Алло. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Лилия Владимировна. Лилия Владимировна, буквально минута, ваша позиция. А, у меня вот какой вопрос. Вот вы тут промелькнули вопрос про памятник Сталину. А вот куда делся памятник Сталину? Он стоял на против кинотеатра «Октябрь». Вопрос вы задаете нам. Да, вам. Я вам честно признаюсь, я понятия не имею, куда делся этот памятник. В общем, которые памятники стояли, не можно их уже найти. Скажите, пожалуйста, вы все-таки поддерживаете или не поддерживаете установку памятника Дзержинскому в нашем городе? Поддерживаю и поддерживаю. Поддерживаете. Я родилась в 1935 году, прожила эту войну и все это. А сейчас что творится тоже так, что, между нами говоря. Спасибо. Я поддерживаю. Спасибо. Вот голос в поддержку. В поддержку непосредственно. Я сейчас предлагаю набирать нашего следующего спикера. Напоминаю о том, что есть опрос на сайте и на нашей странице ВКонтакте. Но там ситуация додавненько уже не меняется. Большинство все-таки высказывается за то, чтобы не устанавливать данный памятник. А может быть, вот сейчас действительно мы в перерыве активно общались. Может, иную форму увековечения какую-то выбрать? Не памятник. Тут вопрос, наверное, не в том, что это памятник или это не памятник. Понимаете, я отработал и в школе. Я сейчас работаю в высшей школе. Я прекрасно понимаю уровень знания истории вообще. Вот у нас где угодно. Будь то школа или будь то университет. И проблема-то на самом деле заключается в том, что люди в большинстве своем не знают, кто такой Дзержинский. Для некоторых вообще Гитлера это полководит Сталина. И все в порядке. То есть еще проблема в том, что общее незнание какое-то. Но вот этот опрос, который после перерыва мы включали, опрос наших жителей, он в принципе это и показал. Потому что до конца люди не понимают, а какая будет реакция даже у общества на этот памятник. Ну вот мы как раз с вами опять же в перерыве говорили о том, что социально-политическая жизнь для нашей страны, она, понимаете, это явление достаточно молодое. То есть вот в начале того же самого 19 века у нас были запрещены какие-либо вступления в партии или кружки. И восстание декабристов оно лишь усилило интерес к социально-политической жизни. Но, понимаете, на тот момент, например, в той самой Европе, да уже были различные кружки, уже были различные политические течения. А для нас такая жизнь началась только в 19 веке. То есть у нас, понимаете, у нас все крайности в России. Если пить, так пить так, чтобы вот просто вот нельзя было ходить. Если политика, то это вот или же консерватизм, или же либерализм, или же коммунизм. И все в крайностях. Еще один звонок у нас. Алло, слушаем вас. Алло. Алло, добрый день. Как вас зовут? Алло. Да, 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 да. Добрый день. Добрый день, добрый день. Это Сергей Мамаев, да? Да, так точно. Сергей Павлиныч, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном законсобрании. Сергей Павлиныч, очень немного времени. Ваша позиция по данному памятнику. Поддерживаете вы? Не поддерживаете? Я, как говорится, очень рад, что такая сегодня позиция присутствует на территории Кировской области и поддерживает эту позицию, как говорят в народе, обоими руками. Потому что этот человек сегодня сделал многое для страны, для российского народа и вообще для многонациональной страны, который, в общем-то, в те лихие годы вытащил страну. В особенности это те беспризорники, которые, в общем-то, в стране были миллионы. И в то же время потом из этих беспризорников получились очень хорошие, талантливые люди. Поэтому он очень много сделал не только для, как говорится, сегодня как чекист, для разведки, но и в то же время это сегодня символ, который строил молодую Советскую Республику. И, в общем-то, неплохо это у него получалось. Тем не менее, он был здесь сослан в Кировскую область. Поэтому я только за, чтобы этот памятник был возрожден не только на территории Кировской области. У нас еще и музей есть в Кировской области. Я благодарен тем людям, которые сегодня, в общем-то, занимаются реставрацией этого музея. Сергей Павлович, а скажите, пожалуйста, инициаторы реставрации музея и установки данного памятника, они обращались к вам, к коммунистам, с просьбой как-то поучаствовать, быть причастными? Я сегодня имел разговор с нашим уважаемым, но и очень генералом ФСБ Сергеем Геннадьевичем, в общем-то, по данному вопросу. И всецело его поддерживаю, и он поддержал эту инициативу. Все настоящие чекисты, которые сегодня действительно работают, и ранее работали на страну, на людей, они сегодня непосредственно связаны именно с личностью Дзержинского. Спасибо. Спасибо. Сергей Мамаев, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ. ВЗС у нас остается буквально 4-5 минут. Предлагаю набирать еще одного представителя ВЗС. Владимир Костин, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР ВЗС. Ну что, иного ответа от руководителя коммунистов кировских не стоило ожидать. А вот смотрите, ситуация с памятником Дзержинскому в Москве, на Лубянке, в 1991 году, осенью 1991 года. Памятник оттуда убрали, сейчас он в музеоне, музей под открытым небом находится. Насколько я знаю, да. Его же хотели восстанавливать. На протяжении последних 15 лет периодически поступали предложения о том, чтобы давайте вернем его обратно на Лубянку. Последнее такое было, если не ошибаюсь, в 2015 году от московских коммунистов. Увы, решения никакого нет. Мы дозвонились, да? Алло, Владимир? Алло. Владимир, да? Владимир, да. Владимир Костин, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в областном законсобрании. Буквально минута. Владимир, ваша позиция по установке памятника Дзержинскому в нашем городе? Я против. Почему? Я понимаю, что в органах госбезопасности, сейчас в ФСБ, есть много людей, которые помнят, добрым словом вспоминают Дзержинского. При этом человек был неоднозначный. И след в истории тоже оставил неоднозначный. Был революционером. Поэтому лично моя позиция против. При всем при этом, если люди решили сами поставить памятник, ну, наверное, там, они имеют право это сделать. Главное, чтобы это было не за деньги бюджета, да? Потому что общего обсуждения не было, и кировчане не сказали, хотят ли они этот памятник. Но там, да, не идет речь о том, чтобы им государственные деньги выделяли. Все-таки частная организация, частная структура собирается профинансировать. Тем более место установки такое, которое позволяет сказать, что это вот, ну, сотрудники поставили, чтобы вспоминать. Ну, то есть, почему нет? При всем при этом, лично свое мнение я уже высказал. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Вот, кстати, Владимир Костин сейчас заметил, что устанавливается не на бюджетное средство по инициативе каких-то граждан. Ветеранов. Ветеранов, да. А если думать об установке памятника, Михаил, как вы думаете, какого памятника не хватает городу? То есть, из исторических личностей. Например, ваш коллега Антон Касанов говорил про Чарушина. Иван Павлович. Ну, Чарушин, действительно, прекрасен. Но, вы знаете, мне почему-то кажется, что нужно больше памятников людям, которые делали для людей. То есть, вот так называемых, понимаете, вот тех, кто ходил в народ. Тех самых, по сути, народников. Например? Да, пожалуйста. Да, те же декабристы. Если уж там изначально. Ну, у нас ведь есть герцог, понимаете. Если так говорить, памятник Спасскому, человеку, который, по сути, положил начало архивной комиссии у нас здесь, по сути, статистики в нашей губернии. А Лабин, краеведческий музей. Памятников, на самом деле, можно ставить много. Вопрос в другом. Понимаете, вопрос в самом просвещении. Я ведь как раз говорил о образовании. Вопрос, понимаете, вопрос в просвещении. Вопрос в том, что сейчас все так получается, что интернет, он заменяет все. Понятно, что роль преподавателя в этом, или же учитель, она велика. Он должен уметь заинтересовывать. Это, безусловно, он должен уметь заинтересовывать. Но мы сейчас имеем, вот по последним опросам, 15 тысяч человек было опрошено. Из 15 тысяч человек только 21% может сравнить правильно, как поезда ходят с электричками. Понимаете, 21% из 15 тысяч. Остальные не подозревают. А остальные не знают, как это делать. Михаил, я прошу прощения, у нас остается буквально минута. И еще есть звонок. Есть у нас звонок, да? Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Меня зовут Владислав. Владислав, буквально 30 секунд, простите, но уже пора нам завершить. Вы знаете, мое мнение, идеальных людей не бывает. Взять Петра Первого, сколько он погубил при строительстве. Взять царя-батюшку, у которого сейчас молятся. А извините, он расстрелял детей, которые шли в 1905 году. Или там Русь крестили, так же точно. Поэтому я считаю, конечно, нужно. Тем более, делается-то не за бюджетные деньги. Памятник нужен. Ваша позиция. Хорошо. Пора завершать нам, да, на этом первую половину дневного разворота сегодня. Я предлагаю подвести итоги. Сейчас опроса ВКонтакте. 52% за вариант не поддерживаю, 25% поддерживаю. И 22,5% за вариант мне все равно. Сейчас смотрю результаты опроса у нас на сайте. эхо-кирова.ру. Как и на начало часа, большинство, 86% с небольшим процентов. За вариант не поддерживаю. Поддерживаю лишь около 5%, и мне все равно 8,5%. Я абсолютно поддерживаю Михаила. Я за просвещение тоже. Спасибо большое. Спасибо. Михаил Лицарев, историк, преподаватель кафедры отечественной истории. ВИТГО мы не прощаемся, вернее, с Александром. Скоро вернемся.